Не скрывая улыбку, Лариса Набойщикова держит в руках ключи от нового автобуса. С главной площади города он отправится в среднюю школу села Собакаева. Газель будет курсировать по новому маршруту, доставлять детей на уроки и дополнительные занятия. Кроме того, благодаря вот этому дополнительному автобусу у нас появится еще один шанс для того, чтобы ребята ездили на соревнования, на какие-то мероприятия, на более дальние расстояния. В городе Митровград, в Ульяновск или даже за пределы региона. Предновогодний подарок получило руководство еще двух школ Меликесского района. Они остались с пустыми руками и их коллеги. Всего автопарк общеобразовательных учреждений области увеличился на 46 новых автобусов. У каждого просторный салон, удобная компоновка сидений, есть система ГЛОНАСС и автоматическая ступенька для безопасного входа маленьких пассажиров в транспорт. Машины поступили в регион благодаря нацпроекту образования. Долгожданные ключи от новых газелей и пазов вручил губернатор Алексей Русских. В Ульяновской области последовательно проводится программа модернизации системы образования. Мы ремонтируем школы, сошли капитальный ремонт, строим новые школы, обеспечиваем их транспортом. За последние шесть лет уже 300 новых школьных автобусов получили наши образовательные учреждения. В фокусе внимания власти не только школьники, но и учителя. Последним посвятили совещание в зале правительства. Разговор начали с разбора актуальных вопросов, которые поступали от педагогов в течение года. Речь о юридических консультациях. Их проводят как в дистанционном формате, так и на личных приемах. К нам за эти полгода обратились более 30 педагогов. В основном у них проблемы имеются с пенсионным стажем, нарушение трудовых прав, отказ предоставления им положенного отпуска, выплат, льгот. Молодые педагоги чаще всего обращаются за разъяснением закона о статусе молодых педагогов и какие у них все-таки есть права. Советник министра по правовому просвещению педагогов выступила с предложением внести изменения в региональное законодательство в части включения учителей в перечень лиц, имеющих право на предоставление бесплатной юридической помощи. Подобной практики на данный момент нет в других регионах страны. Алексей Русских идею поддержал. Если ее удастся перенести на материальную плоскость, получить помощь сможет большее число работников сферы образования. Продолжение следует...